Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта заметки Электрика. Сегодня я хочу показать обзор и поделиться своими впечатлениями о новой серии электрических щитов MiStral 41 от компании BB, которые пришли на смену уже достаточно известным, но в то же время устаревшим сериям Unibox, Европа и Эстетика. Электрощиты MiStral 41 делятся на встраиваемые в нишу с индексом F и навесные или настенные с индексом W. Речь в данном видео пойдет про два встраиваемых щита ABB серии MiStral 41F, которые я планирую устанавливать в самое ближайшее время в одной из квартир. Вот 12-модульный щит MiStral 41F на 12 модулей, вот его артикул. И вот MiStral 41F на 48 модулей. Первый распределительный щит на 12 модулей предназначен для слаботочных цепей, в нем будет устанавливаться роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ кабелей квартиры. Об этом будет отдельное видео со всеми подробностями. Второй щит на 48 модулей предназначен для силовых цепей, в нем будет устанавливаться прибор учета, аппараты защиты, реле и прочие коммутационные аппараты. О сборке данного щита также будет отдельное видео со всеми пояснениями, так что не пропускайте выход новых видео, подписывайтесь на канал Заметки Электрика. Наверное, нетрудно догадаться, что аббревиатура 41 в названии MiStral 41 обозначает степень защиты ИП корпуса щита. То есть щиты MiStral 41F имеют класс защиты корпуса ИП41. Как видите, оба щита упакованы в картонную коробку, которая сверху покрыта защитной пленкой. На каждой коробке прикреплен стикер с указанием артикула и кратких технических характеристик щита. Например, ток до 63 А, класс защиты ИП41, класс изоляции 2 и количество модулей, в данном случае 12. Щиты MiStral 41F между собой конструктивно не отличаются, разница лишь в габаритах и количестве модулей. Поэтому в качестве примера в данном видео я буду рассказывать вам про щит на 48 модулей. В упаковочной коробке находится защитная картонка. Эта картонка устанавливается поверх основания щита на время отделочных работ на объекте. Таким образом, после отделки помещения, внутренняя часть щита не запачкается цементным раствором и прочими строительными смесями и останется чистой. Мелочь, но приятно. В стандартную комплектацию щита MiStral 41F на 48 модулей входит пластиковое основание. Его еще называют корытом. Дальше у нас идет рама с дендрейками. Четыре ряда дендреек. Так. Это передняя лицевая панель со съемными пластронами и дверкой. Дверками. Держатели для клеммных блоков. Три штуки. Клеммные блоки для нулевой шины. Для нулевых шин и шины заземления. Шины ПЕ. Два блока клеммных блока ПЕ. И четыре клеммных блока для нулевой шины. Заглушки для пластронов на четыре модуля. Перфорированные фланцы для ввода кабелей сверху и снизу. То есть две штуки. Это у нас крепежные саморезы. Для крепления рамы с дендрейками и лицевой панели щита. Тут же у нас находятся декоративные заглушки. Для крепежных саморезов. Так, далее в комплект входят маркировочные наклейки. И иллюстрированная инструкция по установке и монтажу щита. Вот так вот подробненько все описано, показано. Щиты АББ серии МИСТРАЛ 41Ф напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей. Практически все съемные детали в случае необходимости можно заказывать отдельно по каталогам АББ. Кстати, линейка щитов АББ серии МИСТРАЛ 41 имеет диапазон от 4 до 72 модулей. Вот у нас основание щита. Сверху и снизу основания устанавливаются фланцы с мелкой перфорацией для ввода в щит, проводов и кабелей. Эти фланцы съемные, поэтому их можно снять и аккуратно вырезать в них с помощью ножниц. Необходимый размер для вводных кабелей. Фланец вставляется и защелкивается, держится на защелке. То же самое с этой стороны. Берем и вставляем. Готово. Основание щитов между собой можно соединять с помощью специальных горизонтальных и вертикальных соединительных элементов. То есть вот эти специальные сделаны отверстия. Сюда вставляются горизонтальные соединители между двух щитов. А вертикальные соединители вставляются вместо фланцев. Сюда вот. В качестве альтернативы сверху и снизу щита имеется место для установки дополнительной ДИН-рейки. На которой можно разместить, например, классические клеммники под ДИН-рейку или держатель, другими словами, гребенку для кабелей. Также в комплекте, также дополнительно данному щиту можно заказать пластиковые перегородки для разделения внутренней части щиты на секции. Перегородки вставляются в эти вот пазы и будут разделять щит на четыре секции. В комплекте к щиту шло три держателя для клеммных блоков. Вот так они выглядят. Каждый держатель рассчитан на 16 мест. Вот эти вот отверстия квадратные. Держатели можно установить как сверху основания щита, так и снизу. Можно установить по два держателя на разной глубине. Раз держатель установлен. Второй держатель установлен. Этот, например, можно установить сверху. Крепятся держатели на защёлках. Для снятия нужно отогнуть защёлку. И он... Одну руку неудобно. Отгибаем защёлку. И вытаскиваем держатели. Ну, и здесь то же самое. В стандартной комплектации щитов идут винтовые клеммные блоки. Для нулевой шины... Для нулевой шины N блоки идут синего цвета. А для шины PE блоки зелёного цвета. Как видите, их цвета подобраны с учётом требований по цветовой маркировке. Взглянув в щиток... Взглянув в щиток, сразу наглядно всё видно. Где шина N, где шина PE. В комплекте шло 4 блока нулевых клемм N и 2 блока PE клемм. До этого я говорил, что каждый держатель для клеммных блоков имеет 16 мест. Так вот, клеммные блоки... Данные клеммные блоки... Вот, например, вот этот блок занимает... Будет занимать держатели 11 мест. Этот блок... Этот клеммный блок будет занимать держатели 7 мест. Эти два нулевых клеммных блоков будут занимать тоже по 7 мест. И два оставшихся клеммных блоков будут занимать 5 мест. Конструктивно, это обычная латунная шина с винтами, только помещенная в пластиковый кожух. Вот я разобрал одну, снял в неё верхнюю часть. Видите, вот обычная эта шинка. То есть, привычная нам взгляду обычная латунная шинка с винтами. Так, вот так вот. Так, и всё. На один держатель можно установить несколько блоков клемм. Вот, например, на нашем держателе имеется 16 мест. Ну, например, на него можно установить нулевую шину M на 5 мест. И шину PE на 11 мест. В итоге мы займём весь держатель, ну, а клемм. В общем, как вам удобно, так и располагайте клеммные блоки. Учитывая количество занимаемых мест каждым блоком. Обратите внимание, что количество занимаемых мест клеммного блока, вот он 5 мест занимает, 2, 3, 4, 5. То есть, вот 5 прорезей. Так, обратите внимание, что количество занимаемых мест клеммного блока на держателе не соизмеримо с его количеством отверстий. Вот, например, нулевая шина N, NK-S11, маркировка в ней, занимает на держателе 5 мест. Это видно вот по вот этим прорезям, куда она вставляется в держатель. Но при этом имеет 11 отверстий для подключения жил. Да, кстати, в неё можно подключить 6 жил сечением от 1,5 до 6 квадратных миллиметров и 5 жил сечением от 1,5 до 16 квадратных миллиметров. И это, кстати, отчётливо видно прямо на корпусе самой шины. Там, где допустимо подключать жил сечением до 16 квадратных миллиметров, порядковые номера клемм выделены более крупно и более жирно по сравнению с остальными номерами. Ну вот, как видите, 1, 2, 6, 7 и 11. То есть в эти клеммы можно подключать жилы сечением до 16 квадратных миллиметров. Чтобы вы каждый раз не искали информацию по разновидностям клемм, приведу таблицу с их артикулами и техническими данными. Блоки клемм устанавливаются на держатель, опять же, с помощью защёлок. На держатель имеются специальные пазы, в которые вставляются клеммные блоки до защёлкивания. Всё, защёлкнулся. Ставим ещё один. Защёлкнулся. Можем ещё поставить. Можем ещё поставить. Чтобы снять клеммные блоки с держателя, необходимо отогнуть одновременно две защёлки. То есть на каждом блоке имеется по две защёлки. Одновременно отогнуть две защёлки не так просто, но у шинки имеется некоторый люфт, поэтому при отгибании первой защёлки, шинку нужно немножко подать на себя, при этом защёлка останется вне паза, а потом отогнуть и вторую защёлку. Таким образом она очень легко и быстро снимается. Вот, например, отгибаю одну защёлку, шинку подал на себя и отгибаю вторую защёлку. Всё, шина снялась. Ну и так далее. Можно приноровиться снимать шинки путём одновременного нажатия на защёлки пальцами, но иногда не очень удобно здесь подлезть. То есть мне проще снимать с помощью отвертки. Но хочется обратить внимание на то, что держатель выполнен из пластика, поэтому при закручивании винтов на клеммных блоках сильно не давите и придерживайте рукой с обратной стороны, на всякий случай, чтобы его не сломать. Ну, то есть, допустим, с задней стороны придерживаете и закручиваете. Забыл сказать, что длина зачистки жилы для подключения в клеммный блок должна быть не менее 12 мм. И это также отчётливо отображается на самом корпусе клеммника. 12 мм длина зачистки проводника. Вообще, такой подход ABB к своей продукции мне очень нравится. Очень информативно. Вот берёшь в руки клеммник, и сразу всё интуитивно и понятно. Сколько, каким сечением и куда должны быть подключены жилы. На какой ток рассчитана шина, и на сколько зачищать провода при подключении. И вот сравните обычную нам, привычную нам шину. Там, ОТЭК или... Ну, в общем, многие производители её выпускают. То есть, вот для сравнения. Разница налицо. Рама с динрейками является съёмной, что позволяет собрать начинку щита в более чистом, удобном и спокойном месте. В некоторых щитах каждый ряд с динрейкой крепится к корпусу отдельно. И в этом случае щит придётся собирать, так сказать, в спартанских условиях. Когда за спиной ведутся строительные работы, согласитесь, что не очень комфортно собирать начинку щита. А если ещё и щит установили под самый потолок, такое тоже бывает, вот и будете там, помимо подключения отходящих линий, собирать и всю внутреннюю коммутацию щита. В этом плане у щитов MiStral 41F, да и у других щитов со съёмной рамой, очень хорошее преимущество. Рамка с динрейками крепится к основанию щита с помощью четырёх саморезов. На раме размещены четыре ряда с динрейками. Щит достаточно просторный. Расстояние между динрейками составляет 150 мм. То есть между осевыми линиями динрейок. То есть вот это расстояние. Не вот это между динрейками, а по их центрам. Да, кстати, у серии MiStral 41 это расстояние не меняется. В отличие от той же серии MiStral 65. Под динрейкой тоже имеется свободное место для прокладки проводов. Динрейки можно размещать на двух уровнях. 56 мм и 84 мм. В данном случае динрейки расположены на стандартной высоте 56 мм. Вообще для чего это сделано менять глубину установки динрея? Это сделано для того, чтобы коммутационные аппараты, которые имеют нестандартную глубину, ну вернее, которые имеют нестандартную высоту, просто-напросто поместились в данный щиток. Также эту возможность можно использовать при установке счетчиков электроэнергии, ну а также автоматов ABB серии S800 или T-Max XT. А меняется глубина рейк достаточно легко и просто. Рейка откручивается с той стороны и устанавливается с обратной стороны самой рамы. Передняя лицевая панель щита устанавливается поверх рамы с динрейками с помощью четырех саморезов, но с чуть большим диаметром. Щита. Если при установке основания щита в нишу уровень немного ушел, то это может скомпенсировать с помощью лицевой панели. у которой имеются специальные компенсационные пазы. Вот эти пазы. Здесь, здесь, не знаю, видно, там еще наверху есть. Выставляем уже лицевую панель по уровню, независимо от основания щита. И закручиваем крепежные саморезы. На места саморезов устанавливаются маскировочные заглушки. Вот такие вот. Которые придают эстетический вид и дают возможность опломбирования щита. На лицевой панели закреплены дверцы. Кстати, дверь дополнительно обернута защитной пленочкой. Которая защищает ее от царапин и прочих механических воздействий, которые могут возникнуть во время ремонта. Согласно выбранной комплектации, дверь выполнена прозрачной и имеет темно-серый, ну или другими словами, дымчатый цвет. Для того, чтобы гармонично вписать щиты в интерьер, квартиры, дома, офиса или прочих объектов, компания BB выпускается двери трех видов. Выбирайте на любой вкус и цвет. Непрозрачная белого цвета, вот такая вот, цвет щита. Прозрачная темно-серого дымчатого цвета, как в данном случае. И прозрачная с красивой зеленой окраской, цвет морской волны. Или по-другому, ее называют Blue Petrol, голубой бензин. Еще есть вариант установки металлической двери с наружным рисунком в виде картины или фотографии. Но это нужно отдельно уточнять и у представителей BB. Да я не уверен, кстати, что именно под Мистрал 41 подойдут такие дверцы. Возможно, под Мистрал 65. Но это надо уточнить. Учтите, что щиты с прозрачной дымчатой дверцей комплектуются сразу клеммными блоками и держателями для клеммных блоков. В отличие от щитов с остальными цветами дверей. Соответственно, при этом эти щиты стоят несколько дороже, но зато они полностью скомплектованы. Поэтому во втором случае вам придется докупать клеммные блоки и держатели отдельно. Как видите, дверь открывается более чем на 180 градусов. И это очень удобно как при монтаже, так и при обслуживании щита. Я как раз не так давно упоминал об угле открытия двери, когда производил установку трехфазного счетчика с 3 метра с ароматорами тока в щит с монтажной панелью ШМП. У меня как раз об этом имеется отдельно снятое видео. Так в том щите дверь открывала всего на 105 градусов, что было очень неудобно при монтаже. Да, кстати, дверцы щита можно установить по вашему желанию на любую удобную сторону для открывания. Для этого лишь нужно перевернуть переднюю лицевую панель щита на 180 градусов. Перевернули. И вот у вас дверцы открываются уже в другую сторону. То есть щит полностью симметричен. На двери установлен магнитный замок. При необходимости можно дополнительно заказать и установить в щит замок с ключом, что надежно ограничивает доступ к щиту, например, от маленьких детей или посторонних лиц. Еще не сказал. На лицевую панель щита защелкиваются пластроны. Это вот называется пластроны. Они крепятся на защелках и сделаны съемными для быстрого доступа к начинке щита. Например, мне нужно попасть внутрь щита. Для этого мне не нужно снимать всю лицевую панель, которую затем придется опять выставлять по уровню. В общем, все гораздо проще. Отщелкиваем необходимый нам пластрон. Вот две защелочки. И попадаем сразу же вовнутрь щита. Поработали, что-то сделали, исправили, изменили, протянули. Все взяли, защёлкнули обратно и готово. То есть, вот пластрон снимается. Поработали. И также обратно крепится. Надо было сказать про... Вначале говорил про заглушку на 4 модуля. Вот они вот сюда ставятся. Ну, маловато. Можно было сделать не на 4, а, например, на цельные 2 ряда. Мало ли, щиток обычно устанавливают с запасом, с резервом на будущее или на расширение. Например. Ну, это мало. 4 модуля. Придется докупать. Ну, также вот эти наклеечки, которые будут крепиться непосредственно на пластроны. Также пластроны идут съёмными для возможности их менять на аналогичные или же глухие пластроны. Имеются вот такие же пластроны, только глухие, без данного выреза. И более жёсткие, более плотные по толщине. Глухие пластроны необходимы для установки в них сигнальной арматуры, то есть лампы, посты управления, кнопки и тому подобное. Помимо вот этой стандартной комплектации щита, я приведу весь список дополнительных аксессуаров, которые вы можете приобрести к данному щиту. Я привёл преимущества данной серии щитов. Осталось только подытожить, что щиты EBB серии MiStral 41F удобно устанавливать, а также в дальнейшем обслуживать. Они имеют богатую комплектацию и возможность дополнительных аксессуаров. К тому же, это всё за приемлемую стоимость по отношению к щитам других производителей. Не сочтите за рекламу. Лично мне щит на 12 модулей обошёлся в 1394 рубля, а на 48 модулей 5060 рублей. Цены указаны на момент снятия данного видео. То есть это конец 2015 года. На этом всё. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта за метки электрика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Эти два щита я буду устанавливать вот на этой стене. Кабели уже у меня все заведены. Сейчас буду производить разметку. Это старый щит. Вот так он выглядел с однофазным щетчиком гранит. Сюда он заведён ввод. Это временный аппарат защиты и автомат. Сейчас буду производить разметку и установку щитов обоих щитов в эту стену. Но об этом в следующих моих видео. видео. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Продолжение следует...